Внешний вид, длина тела 14-17 см, крыла 8-9 см, телосложение плотное, хвост короткий, с отчетливой выемкой, клюв сильный конический, общая окраска оперения оливково-бурая, с более светлым низом. На спине темные штришки. Самки окрашены бледнее самцов, желтого цвета меньше. Молодые похожи на самок, но отличаются темными центрами перьев. В свежем переосенью зелено-желтый цвет несколько прикрыт светлыми краями перьев. Распространена в Европе, Азии, Африке и на севере Ирана. В России обитает по всей территории от Кольского полуострова до южных границ. Зеленушка обитает в местах, где есть кустарниковая или древесная растительность, непременно с густой кроной. Она избегает как обширных лесных массивов, так и густых кустарниковых зарослей. Придерживается опушек хвойных и лиственных лесов, садов, старых парков, пойменных рочь с кустарниками, легче всего ее встретить в хвойном мелколесе, в молодых ельниках или в защитных насаждениях у дорог, а также вблизи полей и других открытых мест. Весной возвращаются довольно рано, в первой половине марта на юге, в начале апреля на севере ареала обитания, и вскоре распадаются на пары. В это время можно наблюдать токовые полеты самцов. После образования пары самка зеленушки начинает строить гнездо, обычно в густых ветвях хвойных деревьев и в колючих кустарниках на высоте от полутора до четырех метров. Кладка состоит из четырех, шести сливочно-белых яиц с крапинками. Насиживает только самка в течение 12-14 дней. В это время самец носит самке корм. Вылупившиеся из яиц птенцы, уже в возрасте 13-14 дней вылетают из гнезд. Птенцы выкармливаются насекомыми и семенами, предварительно размягченными в зобе. Выкармливают их оба родителя. Через неделю после оставления гнезд молодые зеленушки переходят к самостоятельному образу жизни, а родители приступают ко второй кладке. Отлет зеленушек проходит в сентябре-октябре. Регулярный характер миграции приобретает с конца сентября-начало октября. Больше всего летит птиц в середине октября, но часть особей продолжает перемещаться до конца ноября. Кочующие стайки встречаются и зимой. В местах богатых кормом, они иногда проводят всю зиму, концентрируясь в большом количестве на ограниченной территории. Субтитры создавал DimaTorzok